продолжаем тему нашу отцы и дети в боевых искусствах и жизни мы уже много что обсудили а вот мне хотелось бы сейчас коснуться такой темы как отцы пытаются своим детям навязать боевые искусства вот как они даже навязать им и не то что за навязать а вот я занимался и ты занимайся или как-то или пытаются своих детях отцы реализовать свои не реализованные не реализованные мечты ну это родители да это есть такая это не то чтобы ошибка насколько это насколько это показывает опытность и знания отца те же все таки для для дитя отец это как бог по сути начали то есть это вот весь вопрос ну я говорю это всю мать и ну если опять мы да но есть такие вопросы которые как бы только отец отец все равно отец глава семьи отец главный мать выполнять тоже определенной функции но в любом случае статус отца это статус такого все таки мне кажется это во всех культурах всегда был это статус вот такого верха знаний и опыта потому что по сути вообще по идее как отец выбирает будущую мать посмотри природу природа он показывает на свое ремесло умение оперение оперение показывает что я опытный я знающий я я могу да я могу я добродетельный и так далее и уже самка или будущая мать она конечно выбирает сегодня боевое искусство вот видишь если мы так как говорим тоже для чего как элемент воспитания да как элемент самозащиты но вот сейчас место стал с одной стороны безопаснее правильно а с другой стороны опасности другого плана подстерегают скажем так на чем он стал безопаснее подожди то что на тебя тигр не нападет безопаснее или чем угрозы те же остались эти бездарные мысли об империализме превосходстве и так далее безопаснее безопаснее с девяностыми годами на несколько порядков внутри расцениваешь российскую федерацию или вообще весь мир в целом наш страну зачем на весь мир смотреть можно заснять как два рыжих кота берутся они занимаются для кину и так отец это ошибка что он пытается реализовать в дите свои нет не состоявшиеся не знаешь как нравится допустим если в школе учитель до физкультуры то что мне ближе да он лыжами занимался да ну программа все это составляет но 90 процентов или 100 он будет давать то что он лучше всего знает согласен по учебной программе если он волейболом занимался то он будет волейболе мячик это это вот априори но понятно программа включает и волейбол там и баскетбол но он сколотит волейбольную секцию или если он баскетболист баскетбольная и будет продвигать именно вот это направление поэтому хотят детях я думаю увидеть то что сам не смог скажем так это но я не знаю зачем даже надо ребенку объяснить прежде чем ты его ведешь туда и ногу я занимал даже не смог да не так вот но ребенок хочет мороженого съела на одном да а он еще хочет но как взрослые родители он что-то не должен все может поддастся там на ешь сколько хочешь это мороженое заболел ребенок или сказать всего а почему не обсуждается а дети что делать они постоянно пробивают границы дозволенного да да пройдет не пройдет то есть очень учатся манипулировать это ничего страшного там нету скажем так то есть не вот тема границ очень нравится свои границы ты оставишь свои границы внутренние как бы почему единоборство ты границы тела отстаиваешь свою чтобы тебе чуть не сломали не то не оторвали не вывернули скажем так в этом контексте если в соревновательном контексте то там чуть другое ты отстаиваешь как мы обсуждали честь там секции своей потом федерации своей потом там области своей города района там именно разные такие уровни скажем так вот если роли есть есть уровень тоже поэтому как мы говорим равны с равны ребенок с родителями но родители это такое базовое это пожизненное скажем так то есть и мы сами дети да получается я как мы пока не из проверки же получаемся из проверки тоже можно делать но все равно донор это есть получается сейчас вот действительно мир такой что и роботы начали появляться всякие чуть-чуть меняется скажем так а в контексте или на ворс как вот на тему затронули отцы и дети там отцы продолжают заниматься а дети нет ну как бы так вопрос правильно это неправильно я просто сказал что ну так получается но если ребенку заложить фундамент фундамент здоровья скажем так то и дать свободу выбора то он будет в правильном направлении двигаться скажем не надо будет постоянно дергивать а окликивать и в колею в какую-то загонять то есть он уже будет сам понятно время пробовать время как бы развиваться время передавать знания то есть нужно как бы делать все своевременно ну вот я так думаю поэтому роли отца ему там одна трех работах работать и он свою роль как бы к финансовому обеспечению то есть я вопрос закрыл ты найден одета будут ездить переночевать есть чё поесть все я все сделал скажем так и этот роль чуть не реализуется тогда если будет тренер как ты говоришь и он передаст какое-то мировоззрение это очень даже будет здорово или или если не будет отца ну как он будет но номинально не будет как бы не будет тренера то будет среда какая-то а среда опять же что она может передать подростковые какие-то свои идеалы и свои какие-то понятия но но вопрос у этих ну как у этих у тех у малышей если так взять какие понятия то есть они у них не сформированы они не проверены то есть они или навязаны взрослых они более-менее проверены вот значит и я тебе скажу свою историю как я пришел мне было 10 лет и я там ходил занимался до этого там на бокс что-то пошел там там 8 лет 8 нельзя ходить на бокс да на плавание там что-то пошел там футбол играл во дворе ну то есть был ты конечно но ни там ни там не задержался и в конце концов приехал в москву отец видишь что я опять ничего не нахожу и он мне говорит так мне брат сказал так один год вам даю не не один месяц что-ли два месяца найдите себе какое-то хобби занятие вне школы что угодно ну какую-то двигательную активность найдите себе если вы не сможете найти ну тогда я вам предложу ну такой подход у него вот интересный потому что он не занимался ну физической деятельностью военным был поэтому так предложу ну я буквально там через неделю через две нашел пришел говорю вот я нашел дзюдо ну нашел нашел а теперь следующий момент ну я с братом пошли заниматься дзюдо то есть я как бы и для брата прошел проходит какой-то период времени конфликтность между моим старшим братом и отцом возникла на фоне занятий и мой брат закончил заниматься он отец не смог найти объяснение почему все-таки продолжил ну какая-то конфликтность была а я через какое-то время тоже решил перестать заниматься и я говорю я я наверное вот все ну как бы хотя я у меня было такое знаешь как это не то что страх да перед отцом но все-таки какое-то такое вот было благоговение я сказал что я вот как-то ты какие-то нашел слова что я наверное все закончил на что отец мне так интересно сказал я до сих пор запомню он сказал так ну давай так во первых ну он мне просил объясни почему я там чего-то наплел потом сказал ты знаешь ну как бы но ты же сам выбрал себе отсюда я себе не заставлял туда идти нет сколько ты уже занимаешься а я там занимался года три он говорит ты занимаешься уже достаточно долгое время и давай так все-таки заверши вот как ты сказал начато то есть ну как или до желтого пояса или год какой-то этап и он мне сказал так знаешь что давай так заверши до конца школы до конца школы доходи завершил этот процесс как бы школа и твое хобби доп доп послешкольные занятия заверши их и потом делать твой выбор будет какой там дальше ну я это меня как-то это я смотивировал на то что ну как бы до школы там дотяну там осталось там года два что ли три я дошел в конце концов и вот это было а потом привычка да да ну это буквально через некоторое время как бы я потом через месяч или через два я понял что глупость была что я хотел там куда а я хотел перейти в другой вид деятельности пойти понимаешь а он мне еще так сказал а я хотел в хоккей пойти а он мне так сказал ну играть в хоккей ты можешь во дворе зимой у тебя есть клюшка коньки вон катайся я что и что я и дел в принципе я зимой когда у меня было время свободное я играл в хоккей достаточно хорошо да я не занимался профессионально в секции у меня было как ты сказал у меня был вектор дзюдо но я бегал в хоккей играл зимой летом футбол играли на велосипеде катался это были дополнения познания к основному пути к основному пути который опять таки я выбрал я уже иду по нему мне как бы он нравился вот этот вот подход видишь как человек отец это как бы знание опыт сомнений не всегда появляется туда ли то ли нужно ли а там трава зеленее хоккей там популярнее что-то там какая-то форма какая-то это ну вот правильно объяснить то есть здесь видишь получается подход такой отец он все-таки должен найти отец своего рода педагог наверное он должен объяснить не просто так сказать вот иди занимайся вот так потому что я будешь сильным или я сказал объяснить поставить аргументы аргументировать это чтобы еще их услышали а здесь надо вот как я говорю настоять на это понимаешь это как настоять и опять без знаешь что еще вот я так думаю я так думаю если в школе настаивают но там есть еще оценочная некая система то здесь не должно быть оценочной системы то есть настаивать на своем но без оценки детей надо любить просто и все любить и любить ну а как у нас получается а вот так вот надо ну я думаю надо просто любить а некогда там самих родителей это самих родителей их родители недолюбили но не знали как ну смотри бывает еще такое вот буквально недавно мы с тобой с этим столкнулись бывают такие случаи где недолюбили и мы пытаемся потом восполнить эту недолюбовь в результате чего перевосполняется перелив что туда доказывает да перелив происходит и мы наоборот приводим к тому что дети становятся как бы уже не воспринимают отца как вот это опытного и знающего человека да никак не воспринимают да вот эта грань тоже грань как вот все таки в боевых искусствах между жизнью и смерть и там в боевых искусствах если да боевые искусства есть определенные во всех боевых искусствах особенно пришедших с востока до японии китай и так далее все таки там просто хотя она везде вот эта культурная составляющая так называемые этикета где есть четкое распределение некая иерархическая ступень то есть разговор равного с равным где учитель он может общаться с учителем на равных но учитель с учеником никак не могут общаться на равных так же как да и не должны так же как и отец с детем своим не может общаться как на равных он он может он должен конечно понимать что да он опытней он знающий начал должен какой-то баланс находить чтобы не навредить в общении но в то же время должен показывать что он да он выше по иерархии а зачастую получается так что бывает такая такая вещь когда ребенок видит что отец становится на одну ступень с ним и уже начинает как такой понимать да друзья хорошо нет друг это хорошо но друг все равно здесь надо грань расставить я твой друг но я дитя то есть мой опыт дружбы гораздо наверно выше и ты дитя а если этого не будет получается так что дитя уже становится дитя в своих глазах становится на уровень отца то есть знаний что я уже знаю я могу опыт а а родители его оказывается на уровень падает вот его вот этого детского это тоже не совсем хорошо вот в культуре и в этикете боевых искусств востока это прослеживается и там все-таки вот это где уважение к учителю и причем я недавно такую вещь от одного мастера который сказал мне что не обязательно учитель у учителя в боевых искусствах должен быть выше результаты у учителя могут быть ниже результаты ну допустим если взять соревновательный момент но все равно учитель на 100 ученик то есть это так воспитанным да что все равно ученик будет уважать почтительно он все равно ниже учителя если даже учитель с учителем то есть ученик в последующем становится учителем тоже то есть вроде бы равный да по статусу но опять идет принцип уважения принцип неравенства потому что ученик говорит я учитель три года а мой учитель учитель сорок лет то есть опять уже должна быть вот эта дистанция да согласен да разница а то иначе получается как бы и вот поэтому зачастую вот в боевых искусствах я много такое видео недопонимание да и даже в семейном отце и дети да в конце концов когда сын или дитя достигает но дитя не сына может быть и дочка достигает уровня выбранной деятельности допустим да мой сын пошел или дочка заниматься дзюдо или айкидо и я дошел до черного пояса первый дан а дочка до черного пояса третий дан или второй дан и в случае если неправильно воспитана то она по идее она у нее же ранг выше то есть она говорит ты кто такой а здесь набор здесь нет я кто такой я все равно выше потому что я в этом 40 лет а ты в этом только 20 ну да я в пути как бы 40 лет и вот это опять опять мы выстраиваем вот эту вот цепочку что это человек отец это знание опыт он может быть слабее да с возрастом он становится слабее да и так далее а ты можешь становиться сильнее ну как бы это должно но все равно его знание и опыты поэтому вот боевое искусство если мы рассматриваем с точки зрения вот именно наверное такого да и вообще на любое искусство можно так рассмотреть должна быть вот это вот пара ну опять конечно же в любом случае отец как опытный и знающий он должен не давать принизить все таки принизить достоинство дитя наверное да и вот как мы с тобой обсуждали все-таки объяснить как мне нравится такая не помню кто сказал то ли Рузовик то ли Черчилль что мудрость ну я как бы он так сказал мудрость политика заключается в том чтобы сказать что будет а если этого не произойдет объяснить почему не произошло мудрость вот я могу можно перефразировать мудрость отца стоит в том чтобы объяснить ребенку что будет если он будет вот так вот так вот делать не слышат а здесь вот опять мудрость отца наверное все таки в том чтобы настоять настоять чтобы услышали не силой а вот да подобрать ключи ну да ключ ключ и далее можно заниматься десять и двадцать единоборствами и так и как бы и не заниматься а если есть ключ тогда двери легко открываются поэтому это ценность а ключ это что вот в боевых искусствах единоборствах да айкидо с чего начинается все с перекатов с перекатов то есть начинается с простого к сложному идет шаги движение ходьба выстраивание структуры фундамент а если его нет нет а я тебе так скажу это все от цели зависит а какая цель такая методика понимаешь если у тебя там завтра война то ты не можешь пройти это десятилетний путь когда тебе завтра поэтому делается это все отметается и берется там с ног на голову ставится смотри что происходит ты говоришь а если завтра война допустим но на войну кто идет ребенок ну как бы состоявшийся более-менее организм правильно а дети хотят сразу уже а до этого состоящего организма чем занимались не занимались процессом вот должны были заниматься процессом перекат шаг поворот разворот и к моменту когда если такое произойдет это человек готов два-три дня и он готов да иногда бывает так приходит ученик на занятия один и все получается и все у него получается им интересно нет нет я говорю все получается и ты а ты что раньше делал ты чем-то занимался он говорит не ничего не делал ну вообще ничем не занимался ну бегал прыгал плавал ездил допустим взять не знаю там мое твое детство там наверное мы бегали прыгали там лазили и так далее то есть среда как бы вот это она воспитала один из моих учителей он пришел 18 лет только на самбо 18 лет но он был развит уже понимаешь он умел и он играл в волейбол и там и там и там а потом вот нашел путь и он встал на него и у него там фундамент был прием налажен да а иначе да пересобрать сначала надо куда в чахлый тел не положишь техники нет поэтому вопрос о том что там за два месяца можно конечно